Здравствуйте, меня зовут Добрянцева Марина Сергеевна, я цифлопедагог Центра инклюзивного образования. Сегодня мы с вами рассмотрим характеристику особых образовательных потребностей лиц с нарушениями зрения. И основные вопросы, которые мы сегодня рассмотрим, это характеристика детей с нарушением зрения, второй вопрос, заболевания детей с нарушением зрения и особенности обучения детей с нарушением зрения. Итак, категория детей с нарушением зрения достаточно разнообразна. И в зависимости от степени снижения остроты зрения выделяют две группы детей. Это слепые дети и слабовидящие дети. Группу слепых детей можно разделить также условно на две группы. Это тотально слепые дети, те дети, которые не имеют светоощущения. И частично видящие дети, это дети, которые имеют светоощущение, имеют форменное зрение. И острота зрения их достигает до 0,04. Вторая группа детей – это слабовидящие дети. С остротой зрения на лучшевидящем глазу в условиях оптической коррекции от 0,05 до 0,04. Различие между этими группами составляет в том, какой анализатор является ведущим при ориентировке человека в окружающем мире и в пространстве. У слабовидящих детей ведущим анализатором является зрительный анализатор. Соответственно, у незрячих детей это слуховой анализатор и тактильный. Кроме того, в зависимости от времени потери зрения выделяют слепорожденных детей. Это все дети, которые родились незрячими, либо потеряли зрение до 3 лет и не имеют зрительного опыта. И ослепшие дети – это те дети, которые потеряли зрение после 3 лет. У этих детей есть в памяти зрительные образы, которыми они также могут пользоваться в дальнейшем при обучении. У детей с нарушением зрения возникают особенности зрительного восприятия. Это фрагментарность, нарушение глазодвигательных функций, сужение поля зрения, нарушение бинокулярного зрения, нарушение форменного стереоскопического зрения. Нарушение зрения ведет к тому, что у детей специфически формируются психические процессы. И это приводит к неким изменениям формирования психических процессов. Например, снижается темп переключения внимания, уменьшается объем внимания, устойчивость внимания. Ощущение восприятия находится в прямой зависимости от состояния сенсорной системы и глубины нарушения зрения. Объединенность, схематизм зрительного образа, нарушение целостности восприятия, фрагментарность – все это характеризует восприятие ребенка с нарушением зрения. Снижена также скорость и правильность восприятия. Говоря о памяти, можно говорить о том, что объем памяти и процесс заучивания у детей с нарушением зрения осуществляется быстрее, чем у зрячих детей. Но память характеризуется недостаточностью развития логической стороны. Замедленно также и формирование мышления. К первому классу формируется только нагляднообразное мышление. А переход от конкретного понятийного мышления к абстрактно-логическому происходит только к четвертому классу. Но о развитии логического мышления, как правило, возникает к 16-17 годам у детей с нарушением зрения. Также особенности наблюдаются и в речи слабовидящих и незрячих детей. Часто в речи мы наблюдаем формализм. То есть у детей достаточно большой словарный запас. Но часто слова не подкрепляются конкретным содержанием. Также снижен уровень спонтанной речи. Трудности во владении логической связанной речью. И самое главное, наверное, что отличает детей с нарушением зрения от зрячих детей, это то, что у детей с нарушением зрения не всегда корректно или неправильно формируются неречевые способы общения. Это мимика и жесты. То есть некоторые дети неадекватно используют свою мимику и жесты или вообще не используют мимику. И поэтому мы можем встретить детей с маскообразным выражением лица. Кроме того, у детей специфически формируются разные виды деятельности. Это связано с тем, что зрячий ребенок обучается любой деятельности по образцу, по подражанию. А ребенка с нарушением зрения любой деятельности нужно специально обучать. Ребенка нужно обучать предметно-практическим навыкам, обучать игре, обучать двигаться и так далее. Но нужно сказать о том, что все психические процессы могут сформироваться в нужном и полном объеме, если проведена правильная коррекционно-развивающая работа с ребенком и начинать такую работу чем раньше, тем лучше. Сейчас мы рассмотрим второй вопрос. Это заболевания, которые наиболее часто встречаются у детей школьного возраста и могут привести к слабовинению и слепоте. Первое заболевание – это миопия. По-другому он называется близорукость. Заболевание, при котором человек хорошо видит вблизи, но совсем плохо видит удаленные предметы. Поэтому возникают трудности при работе на дальнем расстоянии, работе с доской, работе с монитором, с экраном и так далее. В связи с этим необходимо ребенку организовать дополнительное освещение рабочего места, чередовать зрительные нагрузки, увеличивать шрифт и наглядные пособия. Учебная книга у таких детей должна находиться на подставке, так как детям трудно и нельзя долго находиться, работать с наклоненной головой. Также в работе, в учебной деятельности необходимо использовать карточки, которые бы дублировали информацию, находящуюся на доске. Кроме этого, информацию, находящуюся на доске учителя, необходимо дублировать и голосом. Кроме этого, детям рекомендуется заниматься спортом, укреплять организм и правильно питаться, чтобы улучшить трофику тканей глаза. Мы сейчас можем увидеть, как приблизительно видит близорукий ребенок. Видим, что не совсем адекватное изображение на сетчатке глаза. Ну и следующее заболевание, которое часто встречается у детей с нарушением зрения, хотя таких детей... это астигматизм. Но детей с этим заболеванием иногда стараются не относить к слабовидящим детям. Наверное, это не совсем правильно, так как астигматизм – это недостаток преломляющей способности глаза. Состоит в том, что лучшие, вышедшие из одной точки, не собираются, не фокусируются в одном фокусе на сетчатке глаза. И изображение при этом возникает расплывчатое. При обучении это ведет к таким трудностям, как повышенной утомляемости от зрительной работы. Трудно соединить элементы букв. Нечетко ребенок видит границы – тетради, парты. Каких-то других поверхностей, книги, например. Поэтому на уроке необходимо разнообразить виды деятельности, сменять зрительную деятельность другими видами деятельности. Но вот так ребенок видится смешанным астигматизмом, обратный астигматизм, прямой астигматизм и так далее. Следующее заболевание, которое может привести к слепоте – это глаукома. Связано с повышением внутриглазного давления. Трудности возникают в том, что здесь возникает нарушение световой адаптации. Кроме того, ребенку нельзя длительное время работать в наклонку. У него также может повыситься глазное давление. Нельзя поднимать тяжелые предметы, выполнять резкие движения. Долго находиться в темном помещении. Таким детям рекомендуется даже в темное время суток все-таки использовать какой-то элемент освещения. И этим детям нужно стараться исключать стрессовые ситуации, которые тоже могут привести к повышению внутриглазного давления. Ну и так как это заболевание может привести к слепоте, поэтому необходимо соблюдать меры профилактики. Это, конечно же, строгий режим физических нагрузок. Противопоказан таким детям длительное пребывание на солнце, в жарком помещении, в темном помещении. И необходимо своевременно выявлять такие заболевания. Это может сделать и учитель, когда видит, что у ребенка, ребенок слишком быстро утомляется, у ребенка начинают болеть глаза. И при прикосновении к веку можно почувствовать, что глаз очень горячий. Ну вот так ребенок может видеть, когда у него повышается внутриглазное давление. Еще одно распространенное заболевание, которое может быть возникает у детей, это ретинопатия. Это заболевание сетчатки. Но ретинопатия – это одно из заболеваний сетчатки, которое характеризует и все остальные заболевания сетчатки. Это заболевание также может приводить к слепоте. И трудности при обучении состоят в том, что нарушается восприятие света. Часто при заболевании сетчатки появляется светобоязнь. Поэтому детям не рекомендуется также поднимать тяжести, не рекомендуется резкие движения. Необходимо при обучении дополнительно контрастным цветом выделять строчки в тетради, выделять наглядные пособия. И если есть светобоязнь, то необходимо рабочее место оснастить лампой с абажура, для того, чтобы свет не бил в глаза, а освещал только рабочее место. Ну вот, отслойка сетчатки может быть в разном виде, смотря как она начинает отслаиваться. Может появиться вот такое зрение трубчатое, когда нет периферического зрения, когда выпадает часть только картинки. Здесь, наоборот, нет центрального зрения. Вот трубчатое зрение. Следующее заболевание чаще всего бывает врожденным. Это частичная атрофия зрительного нерва. Это когда ребенок слововидящий, характеризуется очень низкой остротой зрения, но при этом может быть и нарушено поле зрения, точно так же, как при заболеваниях сетчатки. Может быть поле зрения и трубчатое, и периферическое, и разное. Поэтому может быть высокая острота зрения, но узкое поле зрения. Тогда такой ребенок тоже будет относиться к слабовидящим детям. Также наблюдается нарушение цвета развлечения. Таким детям трудно писать, читать, вообще рассматривать мелкие предметы. Дети быстро утомляются. Рекомендуется использовать высокую освещенность рабочего места, индивидуальные наглядные пособия и частую смену деятельности. Врожденная катаракта или поблуднение хрусталика. При этом заболевании человек видит мутное, нечеткое изображение, поэтому ему трудно списывать с доски, например, трудно читать мелкий текст. При таком заболевании чаще всего офтальмологи выписывают очки для работы вблизи и очки для работы вдали. Поэтому ребенку иногда трудно и нужно время для переключения с тетрадки на доску. То есть если он пишет в тетради, он надевает одни очки, а если ему нужно посмотреть задание на доске, ему нужно надеть другие очки. Поэтому тут тоже нужно это учитывать в работе с таким ребенком. Катаракта чаще операбельна и делают операции детям по удалению хрусталиком и тогда возникает другое заболевание, которое называется афакией. При афакии у детей отсутствует объемное зрение и они видят все достаточно плоско. Ну, как на плоской картинке, скажем так. Ну, вот катаракта, помутнение хрусталика. Катаракта тоже, если она вовремя не оперируется или есть противопоказания, тоже может быстро привести к слепоте. Очень часто у детей встречается косоглазие. Косоглазие бывает сходящееся или расходящееся. И трудности возникают при косоглазии такие, как отсутствие объема. Также нет понятия об удаленности или приближенности предметов. Кроме того, изображение нечеткое, поэтому детям трудно писать слитно. Таким детям рекомендуется письмо с отрывом. При сходящемся косоглазии рекомендуется использовать подставку для книг. А при расходящемся косоглазии, наоборот, рекомендуется работать в горизонтальной плоскости. Ну, вот некоторые заболевания мы рассмотрели. И сейчас мы рассмотрим вопросы об особенностях обучения детей с нарушением зрения. Ну, в первую очередь нужно сказать о том, что в основном при обучении мы пользуемся общими дидактическими принципами общей педагогики с учетом особенностей развития. Кроме того, к общедидактическим принципам подключаем специфические принципы. Это принципы коррекционной направленности обучения и воспитания и принцип дифференцированного обучения. При коррекционной направленности обучения проходит во всем учебном процессе. Коррекционная работа включается в обучение в работу педагога на всех предметах общеобразовательного цикла. Заключается в том, что она направлена на развитие всех психических процессов ребенка, на развитие представления в окружающем мире. Также коррекционная работа на предметах общеобразовательного цикла должна быть направлена на устранение вторичных отклонений. И в учебном плане для детей с нарушением зрения имеются и специальные коррекционно-развивающие курсы, которые получает каждый ребенок, обучающиеся по адаптированной программе для детей с нарушениями зрения. Это коррекционные курсы направлены на развитие зрительного восприятия, на развитие осязания и мелкой моторики, курс по пространственной ориентировке, социально-бытовой ориентировке, но и курс, направленный на развитие мимики и пантермимики, и развитие двигательной активности. Это может быть ритмико или занятие по мимике и пантомимике. Поэтому ребенку с высоким уровнем интеллекта, но с нарушением зрения такой коррекционной работы бывает достаточно для того, чтобы в будущем этот ребенок был полноценным членом нашего общества. Но, кроме того, используется принцип дифференцированного обучения. Дифференциация происходит во время занятий и уроков. Дифференциация осуществляется по времени, когда мы сокращаем, увеличиваем время на проведение контрольных работ, увеличиваем время на выполнение того или иного задания по форме предоставления учебного материала, по объему, также по содержанию, когда мы отбираем необходимое содержание, оказываем помощь ребенку и по степени самостоятельности ребенка. Ну, на этом сегодня наша лекция завершается. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова А.Егорова